САМАРА Самара отметила День Победы. Более полумиллиона жителей региона приняли участие в празднике. Главным событием стал парад на площади Куйбышева. В нем участвовали 27 воинских расчетов, более 60 единиц военной и исторической техники, а также все самарцы, вставшие в строй бессмертного полка. В этот день даже погода благоволила Самаре, в отличие от других городов Европейской части России, где шли дожди и было непривычно холодно. В столице 63 региона весь день светило солнце, было тепло и ясно. Обо всем по порядку. Олеся Корецкая. Парад начинается. В автомобилях времен Великой Отечественной на площадь прибывают самые главные участники – ветераны. 72 года прошло с того победного дня 9 мая 45-го. Несмотря на преклонные годы, эти люди сохраняют молодость и бодрость духа. Я горжусь, что я живу в этом городе. Я очень рад и доволен с сегодняшним мероприятием, с такими грандиозными парадом. На трибунах десятки тысяч самарцев. С таким размахом День Победы отмечают уже несколько лет. Но именно в этом году Самара встречает праздник в статусе города трудовой и боевой славы. 233 жители запасной столицы были удостоены высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. Ура! Чем дальше от нас, по суровой, полной тяготой решения времени, тем глубже мы создаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов. Я хотел бы пожелать всем самарцам, чтобы мы приложили максимум усилий для того, чтобы быть достойными памяти тех людей, которые создавали наше общее богатство, которые оберегали нашу страну. По площади маршируют почти 2000 человек, 27 парадных воинских расчетов. Это солдаты 2-й гвардейской армии, национальной гвардии, полиции и МЧС, а также курсанты военных училищ и юнормейцы. За пешей колонной на площадь выходит механизированная. Зрителям демонстрируются современные образцы вооружения – танки Т-72 и бронетранспортеры. В параде участвует почти 30 единиц военной техники. Следом за танками и БТР по площади прошли система залпового огня «Град», а также ракетный комплекс «Искандер». В это же время над площадью проносятся бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8. Вслед за современной военной техникой на площадь выезжает колонна исторических машин с участниками военно-патриотических клубов в обмундировании 40-х годов. А в небе парят самолеты времен Великой Отечественной. Самая трепетная часть парада – на площадь выходит бессмертный полк. Его строю шагают и взрослые, и дети, почетные жители и простые самарцы. Все объединились в единый строй с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. «Гордость за своего дедушку, за наших родителей, дедушек, бабушек. Классно. Эмоции переполняют. Это очень здорово». Колонна бессмертного полка растянулась на сотни метров. В строю прошли, по разным данным, от 40 до 60 тысяч самарцев. «Праздник и радостный, и одновременно очень горько за все события, которые происходили. И хотелось бы, чтобы никогда больше люди этого не знали». А вечером на площади Куйбышева прошел большой праздничный концерт «Мы едины в победном строю». «Самара, как город, как запасная столица, сделала очень многое для того, чтобы эта победа состоялась». «Это величайший праздник для нашей страны, для меня, для моих родственников, для моих детей». Десятки тысяч жителей пели песни военных лет вместе с самарскими артистами и творческими коллективами. Специально на концерт в честь Дня Победы прибыл актер и кинорежиссер Сергей Маховиков со своей творческой программой. Завершились празднования Дня Победы грандиозным салютом. Олеся Корецкая, Максим Вусев, Григорий Плешаков. События. Праздник на высоте полета. В День Победы на аэродроме Бобровка состояло зрелищное авиационно-спортивное шоу. На представление приехали сотни зрителей со всей области. Организаторы предлагали всем желающим совершить воздушные прогулки, гвоздь программы, фигуры высшего пилотажа в исполнении группы «Русь». За полетами черных альбатросов наблюдал и Олег Зверев. Эти боевые альбатросы летают только в мирных целях. Знаменитая пилотажная группа «Русь» в День Победы прилетела из Вязьмы в Бобровку, чтобы поздравить с праздником жителей Самарской области. Зрелищное небесное шоу требует особо тщательной подготовки и только высшей летной квалификации. Главное, чтобы было красиво и безопасно. Это первое, на что мы обращаем внимание. И мы для того, чтобы людям приносить радость. Легкие реактивные штурмовики Л-39 уносятся в небо под аплодисменты зрителей. Сначала они отправляются выступить в Тольятти, чтобы через полчаса вернуться в Бобровку. А пока зрителям предлагают выступление спортивных самолетов Як-52, демонстрационный полет исторического ПО-2, а для желающих самим подняться ввысь прогулочные полеты на вертолетах. В этом году на авиашоу собралось как никогда много зрителей. Многие приехали с детьми. День Победы. Показать нашу силу и технику. Очень важно это, чтобы именно он понимал всю жизнь и осознавал реальность. Они сегодня явно в ударе. Весь свой праздничный восторг пилоты показывают в фигурах высшего пилотажа. Для зрителей это захватывающее зрелище, а для летчика – свобода в небе, возможность показать все, на что ты способен. С Днем Победы зрители поздравляют парашютисты. Во время прыжка они разворачивают знамя Красной Армии и российский триколор. Все они с большим опытом, но все же признаются, что выступать на праздничном шоу – особо ответственная миссия. Это большая честь для меня, для моих родных, для нас всех парашютистов, да и в принципе для всех, кто выступает на таких торжественных мероприятиях. Я благодарен нашим дедам за то, что они победили. И вот в небе над Бобровкой снова появляются главные герои представлений – пилоты Л-39. Больше полутора ста таких машин сегодня стоят на вооружении в российской армии. И фигура высшего пилотажа внушает уверенность в боеспособности страны. Мы поздравили таким образом и жителей Тольятти, и жителей Борск, и самарчан с Великим Днем, с нашей Победой продемонстрировали, что наши вооруженные силы и наши летчики по-прежнему являются серьезной силой. И по-прежнему могут выполнять сложнейшие задачи и защищать нашу страну. Нынешнее авиашоу стало не просто зрелищным, но и самым массовым. Так что по окончании представления на выезде с территории аэродрома собралась многочасовая пробка. Олег Зверев, Григорий Пешаков, События. История, к которой можно прикоснуться пациентам областного онкоцентра, показали технику времен Великой Отечественной войны. Легендарные машины и орудия, с помощью которых советские солдаты разбили нацистов. Марьяна Мирная побывала на выставке. Доджи, Виллис и Газоны Эмки. Техника времен Великой Отечественной и кропотливо восстанавливается руками участников военно-патриотического клуба. Последние месяцы усердно работали над пушкой, чтобы успеть к празднику Великой Победы. В прицепе стоит пушка, которая была взята на раскопках в Сталинграде, ну теперь это Волгоград, дом Павлова. То есть она стояла на подоконнике, вероятнее всего наши бойцы отбивались, когда самолет упал, сняли с него все, что было вооружение, просто отбивались ей. Поэтому ее привезли, восстановили, теперь она тоже и ходит на парад. Военно-патриотический клуб, они сражались за родину, показывал технику в школах, выезжал в автопробеги, но в медицинское учреждение выставку привез впервые. Доктора говорят, для тяжелых больных это большая радость, ведь из-за лечения они не могут сами выехать на площадь, чтобы посмотреть парад. Весь народ, и в том числе наши пациенты, чтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. Это важно для наших пациентов и в плане поддержания жизненного тонуса, и в плане дальнейшего излечения, понимания, что человек идет к выздоровлению, и он в строю, и находится в струе, в жизненной струе, и в том, что происходит в стране. Пулеметы, минометы, винтовки – это настоящая история, к которой можно прикоснуться, вспомнить о тех, кто не вернулся с войны, и о тех, кто выжил, несмотря ни на что. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Теперь до Тольятти можно добраться за два с половиной часа и без пробок. Впервые после 19-летнего перерыва открыли скоростной маршрут по Волге. Пассажиров из Самары будет перевозить судно на подводных крыльях «Восход». Пути он останавливается в Ширяево и Зольном. Подготовлены также маршруты для туристов с посещением культурного центра «Богатырская Слобода». В первый рейс «Восхода» отправилась Валерия Макарова. В 8 утра первые пассажиры маршрута Самара-Тольятти собираются на речном вокзале, где их ждет «Восход-02». Этому судну на подводных крыльях уже 41 год. В 2016-м областное правительство выделило 29 миллионов на его капитальный ремонт. А всего таких судов в Самаре – три. Восстановление восходов и возвращение их на речные линии в Речпорту называют историческим событием. Прямое водно-транспортное сообщение на скоростных судах между Самарой и Тольятти восстановлено после 19-летнего перерыва. Более того, в самом порту Тольятти в последний раз скоростные суда на местных линиях эксплуатировались в 2000 году. То есть мы и в Тольятти впервые после 17-летнего перерыва приводим в скоростной флот. Сейчас «Восхода» совершают два рейса в день по пятницам, субботам и воскресеньям. А в июне они будут ходить каждый день. В будущем на основе этого направления планируется создать экскурсионные туры. Уже подписан договор на открытие маршрута Самара-Тольятти-Богатырская Слобода. Его и показали журналистам. Гостей в Слободе встречают хлебом с солью. Дальше подъем в гору и мы оказываемся около стен крепости. Тут в деталях воссоздали антураж 10 века – от бытой архитектуры до богатырских боев. Я уже занимаюсь этим третий год. С удовольствием обучился оружию богатырскому. И мне это нравится. Плюс еще тема такая – святорусское богатырство, история. Все это вот по мне. Не только боями и старославянскими играми привлекают туристов. Местные мастера известны своими ладьями. Сейчас строится судно с трехглавым Змеем Горынычем. На такой ладье вполне могли плавать наши предки веки примерно в десятом. Это судно строится соблюдением всех исторических технологий. Их принимали у карельских мастеров. Оттуда же из Карелии пришло и дерево, сосна для этой ладьи. Спускать на воду планируют уже этим летом, в начале июля. И тогда головы Змея Горыныча будут уже совсем не такие. Это только лекала, а объемные. Сейчас их мастера делают в цехах. Интерес туристов к национальному парку Самарская Лука, где в том числе расположилась Богатырская Слобода, растет с каждым годом. Это подтверждает и статистика. На сегодняшний день по итогам 2016 года более 300 тысяч только официальных туристов посетило территорию заповедника, национального парка. Это те, кто приобрели официально туристические путевки. В 2009 году объем путевок был порядка 18 тысяч. С мая по сентябрь в восходы должны перевезти 30 тысяч пассажиров до Тольятти. Еще два скоростных направления – это Самара-Ширяева и Самара-Сызрань. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. Три человека погибли на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. По данным ГИБДД, водитель «Пежо», двигаясь в сторону Октябрьска, столкнулся с «Вазовской шестеркой», ехавшей навстречу. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что обе машины перевернулись на дороге. Трое погибли на месте. Еще пятеро, в том числе девочка, получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу. И еще одна авария унесла жизнь сотрудника ДПС. ДТП произошло на трассе М-5 в Красноярском районе. По версии следствия, водитель «Мерседес», двигаясь по трассе, не справился с управлением и, выехав на обочину, сбил сотрудника полиции. От полученных повреждений инспектор ДПС скончался на месте, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, устанавливается обстоятельство произошедшего. Сразу несколько вылетов из аэропорта «Курумыч» были задержаны в празднике. С задержкой в 3-4 часа 6 мая из Самары вылетели самолеты в Ираклеон и Анталью. А 7 мая несколько десятков пассажиров рейса Самара-Анталья более 8 часов ожидали вылета на отдых. Все эти маршруты обеспечивала одна авиакомпания. Во время ожидания самолета ее представители обеспечили пассажиров питанием и напитками. Их права нарушены не были, сообщает в транспортной прокуратуре. Исправительные работы сроком на 10 месяцев с удержанием 5% заработка в пользу государства. Такое наказание назначил суд отцу за неуплату алиментов. Мужчину привлекли к ответственности уже во второй раз. Приставы доказали, что он не оказывает никакой материальной помощи ребенку. Мужчина не ищет работу, в центр занятости не обращается. Сын подтвердил, что с отцом видится редко и финансовой помощи не получает. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности в виде обязательных работ на срок в 70 часов. Общая сумма долга осужденного составила 40 тысяч рублей. Хорошего помаленьку летняя жара, установившаяся в празднике в Самаре, постепенно отступает. Уже сегодня днем синоптики обещают от 15 до 20 градусов при переменной облачности. А в четверг и в пятницу температура понизится еще на несколько градусов. Также возможны кратковременные дожди. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. История повторяется. Копию самарского знамени, которое 140 лет назад побывало в Болгарии, отправили в Сирию. Где отключат воду, а где перекроют дороги. В Самаре приступили к масштабному ремонту инженерных сетей. Предотвратите обезвредие. Здесь дачников предупредят об ответственности за сжигание сухой травы и мусора. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова